Американским гражданам стоит немедленно уехать из Беларуси из-за наращивания войск на белорусско-украинской границе. Об этом заявил Госдепартамент США. Ранее Вашингтон призвал своих граждан покинуть Украину. Он также объявил, что посольство Соединённых Штатов перенесут из Киева во Львов. Американские чиновники утверждают, что Москва стянула к границе более ста тысяч военных и что вторжение может начаться в любое время. «Мы основываем наши оценки на том, что видим на месте собственными глазами. Это постоянное и необоснованное наращивание российской активности на границе с Украиной и отсутствие каких-либо признаков деэскалации». А глава Пентагона заявил, что если вторжение всё-таки произойдёт, то жертвы будут с обеих сторон. «Если они проведут ещё одну масштабную военную операцию, под угрозой будут реальные жизни. Жизни украинцев однозначно, но также жизни россиян. Без кровопролития не обойдётся». Москва отрицает обвинения в планируемом вторжении. В Кремле говорят, что готовы продолжать переговоры с Западом, чтобы разрешить кризис. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с Владимиром Путиным сказал, что надежда на дипломатию остаётся. «Наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать». Украинские официальные лица говорят, что президент Владимир Зеленский скептически реагирует на сообщения иностранных СМИ о вторжении, в частности, о предполагаемой дате 16 февраля. По его словам, Запад преувеличивает вероятность неминуемой атаки. Не верит во вторжение и генсек ООН Антонио Гутерриш. Об этом сказал его представитель, общаясь со СМИ. «Генеральный секретарь недавно сказал, что не верит, что будет война. Насколько я знаю, его мнение не изменилось». Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц уже провёл переговоры с украинским президентом и во вторник планирует встретиться с российскими официальными лицами, чтобы попытаться урегулировать обстановку.